следующее платье вот такое симпатичное платье цвет хороший фасончик такой здесь видите все как говорится задрапировано так и что была примерка и мы решили в общем-то лифт для нее большой размер поэтому мы решили снять пластиковые косточки потому что он держит объем и скорее всего я буду уменьшать чашку вот поэтому первым долгом нужно снять косточки что я сейчас буду делать нужно первую очередь зайти вовнутрь посмотреть открыта линия или нет эти две подкладки басовой подкладки открытым очень хорош очень хорош поворачиваю и вот здесь косточку нужно ее удалить намечаю расположение подушки копирую вот так смотрим может не придется еще уменьшать думаю что придется косточка видите отсюда и аж детали поэтому нужно снять в чашечку бывает косточка не пристроченную не захвачена строчкой поэтому достаточно только вот открыть нижнюю часть или верхнюю часть и просто ее вытащить бывает что она захвачена строчкой но здесь захвачена все это нужно полностью линию удалять так что проверьте первоначально кого будет такая работка даже для себя захотите снять эти косточки то есть изначально откройте нижнюю часть и посмотрите может быть она просто выйдет косточка не будете вот сидеть и снимать эту строчку еще и двойная ведь еще двойной прихват так окей я сниму камеру отключу сейчас ну и так платье вы видели примерку я не показывала и так платье вы видели примерку я не показывала всю всю мою работу так как у меня не было времени я хочу просто сейчас вам показать что с изнанки я делала и что у меня получилось конечно итог вы посмотрите уже на примерке платье это девушка будет забирать и так я уменьшала в объеме по рельефному шву мне тоже только нужно было подогнать верхнюю часть платья здесь ее не видно этой линии можно увидеть только с изнанки вот видите вот здесь вот я убирала также убирала немножко подмышкой тоже просилась просилась убрать сняла косточки косточки не нужны в этом платье для этой девушки для ее так скажем структуры верхней части здесь драпировка тоже в принципе ничего сложного видите но немножечко драпировка здесь поменяла направление ну я считаю что ничего страшного в этом нет она не портит так как идет параллельно этой линии идет параллельно вот этой линии так что это все все смотрится как бы в целом как будто так и задумано и так мне осталось только закрепить видите булавками уже подготовила закрепить вот эти небольшие складочки нашла ниточку в тон в тон не получилось не найти но я так думаю что она подойдет захват будет буквально там в миллиметр и это не будет видно вот так здесь со спинки я тоже немножечко убирала уменьшала длину и углубляла вот эту вот линию проймы по полочке вот так получилось вот смотрите я начала уже подшивать вернее закреплять на чтоб она не раскрывалась не перемещалась вот таким образом делаю прокол вернее от отодвигаю одну складу до из внутренней стороны немножечко делаю такой закрепляющий шаг и вывожу дальше ниточку опять раскрывая складочку и вот здесь дальше продвигаясь опять же делаю небольшой стежок там миллиметр-два вот эта складочка будет прикрывать все наши шаги и вот так вот по очереди раскрываю закрываю сейчас вам хочу показать наглядно как я с этим справляюсь отворачиваю складочку ниточка у меня без узелка второй прокол закрепляюсь и потом я этот кончик отрежу дальше дальше идет прокол захватываю уже ткань подкладки опять открываю складку и вот здесь я должна сделать следующий прокол под складкой складка будет прикрывать этот стежок снова раскрываю и вот сюда я должна попасть вот так ведь складочка закрывается и все прикрывается снова прокол снова открываю складку снова прокол снова открываю и вхожу под складку ничего не затягиваем нитка идет свободно снова прокол и под складочку вот так видите все все прикрылась все отлично делаю закрепочку потому что здесь я уже не вмешивалась здесь все закреплено и протягиваю нить вовнутрь и здесь отрезаю конец нитки у нас внутри здесь отрезаю начало ниточки все вот таким образом вот видите уже складки никуда не перемещаются сейчас я пройдусь вот здесь и вот здесь три линии такие сделаю я надеюсь что понятно показала и объяснила блин